Чудо техники В 2013 году, когда мы начинали обработку земли, когда мы строили роботизированную ферму, на предприятие приняли на работу, как запустились, 25 человек. На нынешний момент, в 2016 год, у нас сейчас списочный состав 180 человек. Я только купила дом, взяла ипотеку, так как зарплату платят нам не без задержек, без всего, выплачиваются ссуды. Все хорошо. У нас тело Чернуха, там где у нас красивая церковь, около пруда прямо. Дети ходят тоже в школу. Мне нравится. Создавать новые рабочие места, повышать доходы сотрудников хозяйств, а самое главное увеличивать производство сельскохозяйственной продукции, удается за счет расширения пахотного клина, то есть той самой земли, которую вернули в сельскохозяйственный оборот. По прошлому году мы ввели в оборот где-то около 600 гектаров вот этих вот залежных земель, которые были в рост, значит, примерно в мой, даже больше деревья были. Будет расти хлеб, будут расти зерновые, пшеница. Включили и надзорные органы, это и Россельхознадзор, значит, земельный контроль, прокуратуру, администрации местные. То есть создали такую комплексную комиссию и начали предметно работать. Значит, впервые, наверное, за несколько десятков лет мы ввели в оборот 30 тысяч гектаров земли. Значит, в течение года такого не было никогда. Губернатор Валерий Шанцев дал поручение возродить для сельского хозяйства все заброшенные земли в регионе, а это почти полмиллиона гектаров. Много это или мало, остается еще 550 тысяч, в основном, частных земель, находящихся в частной собственности, которые зарастают бурьяном, деревьями, ну и через какое-то время они просто будут уже непригодны для того, чтобы заниматься сельским хозяйством. Это самое основное богатство наше. Земля эта не должна пустовать. За нее наши предки боролись, у природы отвоевывали, корчевали в тяжелейших условиях. В последние годы на прилавках магазинов становится больше качественных и доступных продуктов, чему жители региона, безусловно, рады. Молоко, например, городецкое вкусное. Привезли и ближе, и меньше затрат на это. Конечно, лучше. Чем? Лучше. Ну, наши все-таки лучше. Хоть наши яблоки лучше. И лучше наши все лучше. Мне нравятся молочные продукты, шахунские и книгинишки. Я стараюсь импортные не покупать. Любое хозяйство, которое планирует развивать производство, не может не учитывать собственные площади пахотных земель, чтобы увеличивать объемы выращивания того же самого фуражного зерна. Без него рентабельность молока не получить. Алифтина Батурина, Анастасия Рябова, Алексей Звылов и Михаил Градников. Объективное НТВ. Батурина, Анастасия Рябова, Алексей Звылов и Михаил Градников.